шнурковая пряжа вы когда-нибудь задумывались какое отношение это пряжа и название имеет например к шнуркам для ботинок что ее делают из шнурков для ботинок почему такое слово присутствует в названии целой группы пряжи на связи ваш любимый магазин пряжи ай нитки меня зовут ксюша и сегодня мы с вами будем в этом ролике разбираться что за зверь такой это шнурковая пряжа что из нее вяжут какие изделия будут великолепно смотреться из такой пряжи а какие не стоит вязать какие есть особенности и преимущества именно этой группы пряж мы рассмотрим с вами несколько артикулов и обязательно все ссылки на товар который вы будете сегодня видеть в ролике вы найдете в ниже в описании под роликом ну что поехали начать хочется с особенностей и преимуществ этой замечательной пряжи собственно шнурковая пряжа объединена особенностью производства это не крученая нить это именно воздушная нить которая имеет шнурок в основе и пух который наполняет этот шнурок все пряжи шнуркового типа производится по такому принципу то есть здесь нет каких-то исключений и именно это наполненная воздушный воздушным пухом шнурковая текстура пряжи позволяет вязать очень легкие невесомые изделия начать хочется с одного из самых таких ярких артикулов этого года новинка российская фабрика но производится по итальянским технологиям и с использованием высококачественного итальянского мериноса аура yarn это новая пряжа вообще на рынке мы с ней только ознакомимся но уже влюблены и коллективом и многими нашими покупателями которые имели возможность повязать из нее вяжется это пряжа очень легко она достаточно толстая поэтому спицы крупные изделия быстрая мы можем на примере капора и вот этой шапке с вами посмотреть поближе как выглядит она в образце здесь как вы видите простой тракторный узор и конечно же в полотне очень хороший объем то есть именно такая шнурковая текстура дает воздушное полотно легкая но при этом очень классная по тепловым качеством шапка вот это тоже связано из этой пряжи она связана двойная то есть у нее есть и подклад и отворот и вы ни за что не угадаете сколько она весит вот я даже примере высокая макушка ой я даже не слышу ничего в ней насколько она классно уж загрывает высокая макушка полноценный отворот внутренний подклад такая шапка будет согревать в самую холодную зиму а весит всего 100 грамм уходит на такую шапку 2 матка этой пряжи именно за счет легкости она получается объемной согревающей теплой и невесомой согласитесь это огромное преимущество которое позволяет вам вязать наслаждаясь процессом изделие будет не тяжелым вы даже пока вяжите у вас не лежит там килограмм пряжи на коленях если вы например вяжите объемное плечевое изделие и это очень комфортно в работе крупные спицы мы используем рекомендуем использовать для такой пряжи спицы с достаточно закругленным кончиком отлично подойдут бамбуковые или деревянные спицы вот для примера приготовила для вас мы вязали на спицах тюлип очень хорошо по скольжению не слишком скользкие спицы но вяжется прям комфортно в меру удлиненный кончик но самый конец спицы закруглен поэтому спицы не ныряет внутрь шнурка не расщепляя ниточку такая особенность имеется для любой шнурковой пряжи то есть будьте в этом вопросе внимательны при подборе спиц обязательно повяжите образцы почувствуйте на каких спицах по скольжению вам наиболее комфортно вязать эту пряжу ну и самое главное не душите ее в полотне есть прямо такой термин задушенная шнурковая пряжа то есть мы можем вязать ее натянув шнурок и на мелких спицах например да за счет этого воздух в пряже схлопывается пряжа сплющивается и в полотне получается забитая такая слишком затянутая теряется все ее преимущество именно в легкости и воздушности смелее берите спицы крупные даже если вам кажется что полотно слишком дырявое после стирки это пряжа преображается слегка раскрываясь шнурок набирает объем и это позволяет как раз вязать достаточно свободно и рыхло цветовая палитра у этой пряжи не слишком огромная но цвета все очень продуманные сдержанная красивая базовые оттенки серый или бежевый кремовый розовый который тоже многим подходит любимчик зеленый по стоимости это пряжа 690 рублей за моток по ссылке ниже вы сможете найти ее на сайте ну а для вас подсказочка вот здесь появится ссылка на наш подробнейший обзор именно вот этой пряжи love me обязательно переходите познакомьтесь с ней более подробно сегодня мы все-таки с вами обсуждаем группу пряж да а максимально подробно сможете рассмотреть ее в этом ролике плавно перейдем от love me к пряже той же самой фабрики это у нас с вами аура yarn фабрика называется и здесь два очень похожих артикула everyday и shiny day как видите палитра перекликается и у пряжи love me и у пряжи everyday и shiny day есть даже прямо очень похожие оттенки что позволяет сочетать эту пряжу в одном изделии особенность у shiny day в том что она с добавлением люрекса по структуре эта ниточка тоже шнурок и мы с вами можем видеть что она имеет хороший объем и небольшой такой вот деликатный блеск по составу everyday и shiny day очень похожи здесь основа шнурка составляет бамбуковая вискоза она очень нежно деликатно так вот поблескивает в полотне пух мериноса покрывает такой нежной дымкой полотно получается очень легкое изделие за счет вискозы струящаяся тактильно очень мягкая и комфортная это пряжа уже по сравнению с love me гораздо тоньше смотрите даже вот так вот вам покажу на ладони две ниточки если здесь у нас спицы будут достаточно крупные от шестерок и дальше то на пряжу shiny day и everyday мы используем спицы от четверок до четыре с половиной изделия какие мы можем вязать из этой пряжи что love me что every day или shiny day прекрасно подходит для аксессуаров из вот этой пряжи мы можем вязать шапки капоры объемные шарфы снуды плечевые изделия пряжа потоньше точно также великолепно подойдет для более легких шапок здесь мы тоже советуем вязать их двухслойными с подкладом чтобы лучше держала форму великолепные нежные бактусы из этой пряжи получаются очень тоже красивые шарфы ну и шикарные плечевые изделия как видите у такой пряжи много применений вы можете ее использовать в разных сферах тактильно она тоже очень мягкая и подходит даже для детских изделий смело приобретайте ее даже для самых маленьких поскольку здесь меринос 19 микронной толщины используется он очень очень нежный не вызывает никакого раздражения и никаких аллергических реакций на детской нежной кожи по стоимости пряжи every day 570 рублей моток 50 грамм точно также для вас подсказка на обзор этой пряжи более подробной по ссылке shiny day которая с добавлением люрекса чуть подороже здесь моток идет 630 рублей и про нее вы тоже сможете посмотреть дополнительно в обзоре наш отдельно хочется заострить ваше внимание у ауры вышла новая линейка это пряжа с названием fashion space космическая пряжа она покорила с первого раза многих покупателей сейчас раскуплены почти все цвета есть вот только немножко чтобы вам показать хочется показать отдельно полотно бактус который мы здесь вяжем очень характерно показывает насколько это пряжа в полотне великолепно любые теневые узоры сочетания глади и изнаночных петель ну просто шикарно подчеркивают все преимущества и плюсы этой пряжи при этом как хочется тактильно передать вам этот невероятный мягкий пушок у кого есть возможность обязательно приходите щупать у нас есть тестовые моточки которые можно прямо здесь повязать как видите вяжем эту пряжу достаточно крупными спицами тоже здесь спицы тюлек 425 четыре с половиной и вяжется очень хорошо по спицам скользит прекрасно ощущение в работе замечательные не хочется выпускать ее из рук это прям вот пряжа для медитативного релаксационного вязания для удовольствия нас и для наших пальчиков на эту пряжу точно также у нас есть обзор дополнительно можете посмотреть все цвета в обзоре скоро она у нас приедет пополнится новыми оттенками и можно будет те цвета которые были раскуплены ранее заказать по ссылочке по стоимости 630 рублей пряжа замечательная расход на изделие низкий за счет того что метраж у этой пряжи большой 150 метров 50 граммовых мотках а соответственно изделие получается очень легким на бактус к примеру вам будет достаточно пару мотков если прямо вы будете вязать огромные типы шали бактус берите три моточка как видите можно сочетать цвета тоже отлично между собой комбинируется они все идут с таким темным черным пухом мериноса и гамма палитра гаммы очень сочетаемая на джим пирог на плечевое изделие размера примерно 44 46 у вас уйдет от 8 мотков зависимости от свободы облегания и узора ну оптимально для такой пряжи как вы видите теневые узоры простая гладь или буквально небольшие какие-то полосочки из изнаночных петель особенной пряжей среди шнурковых является пряжа в виде цепочки сплетенная она обладает такими же характеристиками точно также легкая и воздушная также объемная но она немножечко по-другому выглядит в полотне и в нити какие особенности есть при работе с такой пряжей для примера показываю вам кашемир 16 fine это пряжа имеет в своем составе небольшой процент эластана и это замечательно позволяет пряжи тянуться и возвращаться обратно как вы видите нитку хорошо можно потянуть и она возвращает свою форму у нас из этой пряжи есть связаны великолепные перчатки они связаны резинкой и как видите шикарно облегают руку причем преимущество еще в том что они хорошо растягиваются позволяют свободно пальчиком двигаться из такой пряжи прекрасно можно связать тонкую водолазку по фигуре она будет хорошо держать форму и облегать горлышко точно также это пряжа подходит для вязания шапок навязать в одну или в две нити в зависимости от того на какой сезон вы вяжете особенностью в вязании точно также является то что мы эту пряжу вяжем достаточно свободно несмотря на то что нитка очень тонкая по виду и метражу а в 50 граммовом мотке у нас с вами целых 320 метров в нашем распоряжении это пряжа вяжется на достаточно крупных спицах на плечевое мы берем в районе четырех миллиметров даже если вяжем в одну нитку после в это это пряжа так как она с небольшим процентом эластана немножко дает усадку обязательно учитывайте это и не поленитесь связать полноценный образец чтобы правильно оценить плотность в изделии моточек 50 грамм по стоимости 955 рублей подробнейший обзор тоже на эту пряжу вы сможете увидеть по ссылочке переходите знакомьтесь многие уже эту пряжу полюбили и повязали из нее реально получается очень классные изделия ну а для тех кто самый терпеливый досматривает все наши ролики до конца покажу самую свою любимую пряжу из шнурковых это софио кашемир только вчера я узнала что такое софио как вы думаете с итальянского это переводится тунновение и соответственно софио кашемир это у нас легкая обволакивающая облачко пряжа состоящая из вспушенного мериноса и вспушенного кашемира ну просто невероятно мягкая по способу формирования нити это точно также шнурок с плетеной цепочкой небольшой процент эластана как и в кашемир 16 файн позволяет пряжа держать форму вот такой замечательный снуд связала наша лера здесь пряжа уже в моточках по 25 грамм и на снуд или шапку бени вам достаточно будет всего двух мотков смотрите полотне растягивается соответственно налезла на голову и возвращает свою форму это очень большое преимущество классно можно вязать также облегающие изделия из этой пряжи будет прекрасно смотреться и плечевое изделие с высоким горлом например теплая уютная которая будет укутывать вас или ваших близких в самую холодную мерзкую погоду согревать нежным вспышенным кашемиром ну а в процессе вязания это тоже будет сплошное удовольствие так как нитка легкая и воздушная мы вяжем ее крупными спицами опять же не помним про образец поскольку небольшой процент эластана дает полотне усадку мы всем своим покупателям советуем для того чтобы познакомиться с этой пряжей возьмите на образец в виде снуда 2 матка свяжите изделие возможно вязать это изделие даже на разных размерах спиц да то есть например верхняя часть которая прилегает к шее на более тонких спицах дальше в спицы покрупнее и часть где снуд расширяется будет как раз хорошо ложится в виде манишки вы подружитесь с этой пряжей однозначно почувствуете невероятное удовольствие от процесса и влюбитесь в нее в изделии хочется еще отдельно сказать вам о том что любая шнурковая пряжа требует очень бережного ухода используйте для стирки только профессиональные средства для пушистых текстур и только ручная стирка если мы постираем такую пряжу в машинке она может деформироваться сваляться и совершенно потерять все свои замечательные качества пряжа софио кашемир по стоимости 420 рублей моток мотки по 25 грамм поэтому на изделие закладывайте с запасом по ссылке в этом углу вы сможете найти более подробный обзор заходите любуйтесь оттенками подбирайте свой гардероб яркие акцентные цвета или более базовые спокойные оттенки вяжите из нее наслаждайтесь носите с удовольствием и радуйте своих близких теплом ваших рук на связи был магазин пряжа и нитки всем хорошего настроения и вдохновения для вязания